Друзья, всех приветствую! С вами Педром Рауфи и вы смотрите ежедневный обзор рынков. В течение этой программы мы разберем ситуацию, которую на фондовом рынке, на форекс-рынке и также на рынке криптовалют. Детально на графиках рассмотрим, какие цены, на какое ценовое движение, что можно ожидать с целью торговли внутри дня и посмотрим, какие у нас были предыдущие прогнозы, сработали ли они и посмотрим, в целом, какие есть важные новости сегодня и о чем можно отталкиваться. Как вы уже все, наверное, услышали по поводу ураганов, которые снова начались в США. Ураган называется ИТА, пока в Нью-Йорлане. И в целом, в дальнейшем случае, если будут распространяться на нефтяные месторождения в США, то, конечно же, он может привести к тому, что будет немножко предложение нефти под угрозой. Конечно же, спрос повысится соотносительно снижения продолжений и цены на нефть могут подскочить. Посмотрим, конечно же, на график нефти сегодня технический. Посмотрим, какие у него есть возможности в дальнейшем. В целом, растет очень умеренно, очень красиво, очень хорошо. С прошлого раза, кстати, как мы с вами общались, движения по рынкам происходили относительно нашим ожиданиям. С прошлого раза, если вы помните, при прошлом обзоре рассказывали о вероятности нисходящего импульса индекса доллара США, который, возможно, прорвет в нижние границы вот этого боковика, или же дно канала. Это произошло и в данный момент мы видим на очень сильно укрепление, очень умеренное укрепление индекса. Но, конечно же, тут нарисовались довольно много отметок, которых он должен в дальнейшем пробивать, чтобы пойти вверх. Вот именно такие сомнения технически создаются с целью того, чтобы вы, наверное, сказали нет, скорее всего доллар не развернется, не пойдет вверх. Фундаментально для того, чтобы доллар выроснул в течение ближайшего месяца, или же развернулся с одной рынка, начал свой рост, есть много, очень много фундаментальных причин, такие как повышение процентной ставки. Джексон Холл, кстати, недавно прошел, и, как мы видим, в целом никаких особенных изменений нет. Джон Павел не намекает напрямую на то, что они скоро будут сворачивать стимулы. Вот этот нисходящий импульс, который произошел, конечно же, привел к тому, что все основные сценарии по Форекс-рынку, которые у нас были, тоже по факту сбылись, но, опять же, даже больше, чем тех целей, которые мы выдали, которые мы дали с прошлого раза. Как мы видим, индексы S&P 500 и Dow Jones, они над S&P, то есть новый максимум уже пробил, обновил новые максимумы 4500 долларов. А Dow Jones отбился от локального сопротивления. У Dow Jones более реалистичная картинка, но S&P 500, конечно же, сильно эйфорийная картинка, если мы обращаем внимание на технические моменты. По поводу китайского рынка, кстати, есть тоже довольно интересные новости насчет сегодня и насчет, то есть с позавчера относительно новости вышли, но они могут повлиять и дальше на китайском рынке. О том, что по факту на технологический сектор Китая, дальше будет давление. И это давление, кстати, его видно на индексе сектора высокотехнологий Китая, который, кстати, может еще продлиться дальше. Но давайте для того, чтобы точно сказать, что он пойдет ниже или нет, дождемся закрепления под 9000 хотя бы. А дальше уже скажем, что будет дальше. В случае есть и последующие ретесты будут привести к тому, что цена развернется вверх, то, конечно же, тут мы можем дождаться этого снижения довольно долго. А заниматься ли байбеками на китайском рынке или нет, но в целом не рекомендуют. И я, собственно, тоже невозможно, не особо вижу возможности прям таких уверенных байбеков. Тут есть и на Хэньсэнге, кстати, на довольно тоже сильном индексе Китая. Куда, кстати, будут произойти листинги многих китайских компаний, которые получили делистинг недавно. И они будут там листиться. И это довольно хорошо для самого индекса. И сам индекс, он как бы смотрится сильнее, чем другие. Но тут тоже, даже на Хэньсэнге тоже можно сказать, что ситуацию еще не для того, чтобы ставить на покупки все еще рано. Но довольно хороший диапазон тестируется. Довольно зеркальный диапазон тестируется. Он очень широкий. Выход из него, наверное, будет довольно долгим. Поэтому пока по китайскому рынку вот такие вот новости, вот такая вот ситуация. Что происходит сегодня на экономическом календаре? Перейдем, наконец-то, к нашим Форекс-парам. Сегодня экономический календар относительно пустой. Там только одна новость. 17.00 по МСК. Индекс завершенных продаж на рынке недвижимости с дефицита чуть-чуть выше ноля увеличился. Но опять же, необходимо обращать внимание, что на самом рынке недвижимости и США, и в Великобритании есть такой момент, как дефицит жилья и сам пузырь, который создался и может привести к не очень хорошим вещам. Этот пузырь сдувается в Китае уже полгода, но в США и в Европе и в Великобритании об этом еще не задумывались. Единственное, что прошлой неделе китайские индексы выросли как раз на почве того, что их регуляторы относительно немножко перестали так жестко относиться к монетарной политике, просто в течение прошлой недели немножко выливали еще деньги в экономику. А с этой недели, скорее всего, это продолжаться не будет. Единственное, что по китайским активам, по китайским активам можно быть относительно уверенным насчет того, что они могут дальше в течение недели упасть. Это само по себе может привести к укреплению йены и по отношению к доллару. И это одна сторона медали. Если индексы S&P и Dow Jones продлят свой рост, то этот сценарий еще может больше иметь влияние на форекс-пары. Сначала на доллар-иену, а потом и дальше на всех остальных. Поэтому имейте это все в виду. К сожалению, S&P 500 показывает на расширяющуюся формацию у себя на вершине, но это происходит над новыми максимумами. У Dow Jones тоже ситуация относительно похожая. Максимальная нисходящая коррекция, которая может быть, для него мы обозначим границы. С такой амплитудой цена может приближаться к ним, протестировать их. Но как мы ниже спустимся к 35400-35300, по мере приближения к этому диапазону, если сильно амплитуда начнет расти и Dow Jones и S&P 500, то вероятность последующего разворота и завершения вот этого спада увеличивается. Поэтому на это обращайте внимание. Если с таким же темпом мы продолжим снижение, с таким же темпом, с такими же свечами и ретест вот этих локальных поддержек произойдет не импульсивным образом, а большими свечами, а именно вот умеренно с поджатием, то это признак того, что возможно цена уже разворачивается и все-таки доллар тоже разворачивается вверх. Поэтому это может отразиться на Форекс Паре по-другому. Но пока еще фундаментального технического повода для этого, к сожалению, нет. Но, как обычно, нас на рынках в таких ситуациях любят удивлять. И это удивление. В прошлый раз мы, кстати, о нем говорили. О том, что вероятность доллар США, вероятность того, что доллар США сделает нисходящий импульс, несмотря на всего, что есть, да, там, несмотря на весь вот этот фундаментальный момент. Технически он показывает, что он может сделать нисходящий импульс. Вот его нисходящий импульс, который отразился и на евро, и на фунтах, как мы видим, да. И он нас довел до последующих целей. И на австралийца по факту он есть, и на новозеландца он тоже есть. С прошлого раза попросили нас разобрать в коменте. Кстати, спасибо, что комментируете. Спасибо, что оставляйте коменты. Не забудьте обязательно и подписывайтесь на наш канал, если еще не подписались. И оставляйте коменты тоже, потому что эти коменты мы потом в будущем разберем и на них ответим тоже. И в случае, если интересно какие-либо активы, можете их указать, и я их разберу тоже. Фунт JPY, фунт Йена. Консолидация продолжается, друзья. Об этом попросили в прошлом обзоре, его выложили. Поэтому я его разбираю. 151.20, 151 – это диапазон консолидации, в котором в целом двигается. В целом, если в дальнейшем произойдет консолидация у доллара США с фунтом доллара США, то есть ни то, ни другое не будет расти, не будет падать, а наоборот JPY начнет расти или же падать. Там можно будет ориентироваться по поводу фунта JPY лучше. Мы видим, что есть диапазон роста до 151.40 и снижение при прорыве 151 до 150.8. Поэтому в таком случае единственное, что может дать нам хоть какой-то ориентир – поджатие вверх или поджатие вниз. Импульсивный прорыв ближайшей поддержки или импульсивный прорыв ближайшего сопротивления – признак того, что цена развернется снова вниз и будет продолжать движение в рамках этого боковика. Этими движениями тоже можно очень хорошо воспользоваться. В Австралии, в Новозеландии, например, это движение продолжалось и этими воспользовались. На фунт и доллары тоже, кстати, я вам показывал свою сделку по разбору демоконкурсантов сделок демоконкурса. И показывал, что по факту тут была возможность покупки и очередной покупки и здесь продажи по фунт-доллару очень хорошо. Почему? Потому что цена по факту консолидировалась и не было никакого фактора, который могло бы привести к тому, что цена могла бы, например, продлить свой рост. Поэтому обращайте на все эти факторы внимание. Исходя из сценария, о котором мы сегодня говорим, то есть доллар США не показывает слабость, он показывает накопление, это накопление происходит под минимумами, но он может все-таки продлить свой рост и S&P, и должен в ближайшее время развернуться, пойти вниз средний срок. То есть этот сценарий якобы основной. Но произойдет ли еще очередное снижение индекса доллара США, который приведет к тому, что и евро будет дальше расти, и GBP, и австралиец, и новозеландец. Но, опять же, технически нет признаков этого. Мы в прошлый раз обращаем внимание, что есть технические вероятности, которые есть, например, фундаментальные. И с прошлого раза, например, техническая картина победила, прогноз технической картины победила по факту, это фундаментально. Поэтому такие вещи нужно обращать внимание. Соответственно, по поводу евро, по поводу фунта, мы можем спокойно относительно сказать, что 1.18.20 для евро, 1.38 для фунта. Хотя, если выше не поднимемся, если эти отметки импульсивно протестируются, то цена с сервисом пойдет вниз. По поводу австралийца и по поводу новозеландца тоже приблизительно. Тут максимумы есть, от них можно отталкиваться. 0.73.20 и для новозеландца 0.70.20. От этих отметок мы, если мы развернемся, то скорее всего развернемся и относительно на средний срок. Поэтому обращайте на эти вещи внимание. Тут уже как бы есть разворот от этих отметок. Мы все еще делаем акцент на то, что доллар США может якобы сделать еще один нисходящий импульс. Но для этого повода нет, и для этого технических поводов нет. Мы посмотрели на индекс доллара, и там накопление идет вверх. То есть там нисходящий импульсис и будет, исходя из моего опыта, мне кажется, что он будет не таким уже большим. По золоту, по защитным активам и по серебру, друзья. Показали очень классные, кстати, сигналы на продажу. Вот здесь по серебру 24 до 23.80 как минимум. Довольно красиво. Но опять же имейте ввиду, что мы выше предыдущих максимумов. То есть насколько это движение будет продолжаться, я не знаю. Зависит все от того, насколько фон для золота негативный. Если, например, есть какие-то страхи по фондовому рынку, то фон для золота может улучшиться. Но опять же тут мы не знаем просто насколько это падение будет продолжаться. Они все равно выше локальных максимумов. То есть и золото, и серебро. И, конечно, ситуация по доллар-франк, то есть защитные пары. Доллар-франк, евро-франк и доллар-JPY тоже. Тут ситуация похожа на то, что цена идет на разворот. То есть, опять же, тут даже если будут снижения какие-то, особенно если они будут импульсивными, то этим можно воспользоваться для того, чтобы активизировать лимитные ордера в целью того, чтобы меньше стопа там была, чтобы уменьшить уровень стопы. Дождаться этого стоит, не стоит, ну не знаю, нужно посмотреть. Просто, ну возможно, есть такая возможность. И нефть, о которой мы сказали, о которой, кстати, сегодняшняя новость. И на самом деле, как мы видим, он реально умеренно растет. С прошлого раза, кстати, он протестировал 69.20, как раз, как мы говорили. 68.40 сейчас тестируется, цена может даже пойти вниз. Но если есть такой амплитудой, пойдет до 67.80, ниже не опустится, и будет тестировать его импульсивно. Или же просто делают там фракталы. Скорее всего дальше мы ждем рост. И по поводу доллар-гранадец тоже ситуация, как мы видим, очень красиво смотрится, на самом деле, вверх. Единственное, что воспользоваться ли вероятным импульсивным движением, которое будет дальнейшим, вот нисходящим у доллара США. Будет ли он, опять же. Мне кажется, с прошлого раза у меня было ощущение, что он будет, он произошел. У меня сейчас вот этого ощущения нет. То есть технической картины этого ощущения нет, но может я ошибаюсь. Опять же, нужно посмотреть. По поводу биткоина, по поводу эфириума, с прошлого раза продолжение роста, отбой от линии тренда. Отбой от локальных максимумов. Сорок семь тысяч. Шестьсот сорок семь тысяч. Давайте пусть будет пятьсот. Если ниже опустимся, то цена пойдет к последующим отметкам. Мне кажется, что пока сегодня нас ожидает консолидация, продолжение консолидации. Эфириум, ситуация приблизительно похожа. Три тысячи сто двадцать, три тысячи сто. Если ниже опустимся, то все очень плохо. Мне кажется, что эти отметки либо не будут протестироваться, либо цена их протестирует импульсивно. Скорее всего, они будут протестироваться, и мы увидим консолидацию. Очень-очень умеренный рост, очень умеренное подавление. Друзья, спасибо, что посмотрели этот эфир. Надеюсь, что он понравился вам. Не забудьте подписываться на наш канал в случае, если не подписались. И пользуйтесь нашими обзорами. У нас разные обзоры разных трейдеров. И у нас есть очень много интересного в целом на нашем канале. Поэтому не забудьте обязательно подписывайтесь, нажмите на колокольчик. До следующей встречи. До завтра, друзья. Всем хорошей торговли. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok